Всем привет, чуваки! С вами я, БандаFX, и сегодня я вам покажу метод, при котором я нафармил себе безумно крутой состав за 0 монет. Ну, как бы по факту не за 0 монет, но собрал я его очень дешево и практически по пикселу, и сегодня я вам, собственно, расскажу этот метод. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Вот это пресс! Разве это пресс? Вот это пресс! Делай ставки и побеждай! Покажи настоящий пресс! Эффект 1x5. Зашел, поставил, победил! Итак, пацаны, вот мой составчик полностью из игроков АПЛ, которые я собрал за 0 монет. Тут есть Сане, который стоит 30 тысяч, тут есть Уэйн Руни, Рудигер, Белерин, в общем, такая вот крутая замена. Также у меня Смоленький есть. Также из топов у меня есть Ханданович и Андрей Ермоленко ОТВ, которого, наверное, я никогда в жизни не продам. Ну, не продам, потому что они все по 0 монет квикселятся. Если вы даже не будете играть с теми или иными игроками, вы можете запихнуть их в СБЧ. Итак, теперь я рассказываю, собственно, про этот метод. Этот метод относится в основном тем, кто открывает пакетики. Допустим, открываете вы такой пакет, вам падает какое-то дерьмо, которое, ну, собственно, сразу идет на квиксел. Допустим, мне упал какой-то квиксельный бич, вот этих двух пацанов мы не квикселим, а отправляем в клуб. Ну и вот, потратили вы где-то 12 тысяч фифа-поинтов, у вас в клубе накопилось определенное количество бичей. Дальше вы заходите в испытание подбора команды. Улучшение, обмен золота и, собственно, собирайте состав из 11 бичей, которых вы и так, и так квиксельнули бы. Собственно, накидали 11 бичей, сыгранность тут нужна 45, поэтому, в принципе, собрать тут можно практически из любых пацанов. И дается вам пак с двумя редкими игроками. Очень часто бывает, что из таких редких наборов выпадают действительно классные игроки, которыми вы можете ебошить. Я нафармил 21 пакет, ну и, собственно, давайте же откроем и посмотрим, повезет ли мне так же, как везло в те разы. Погнали. Плюс данных пакетов в том, что здесь падают только игроки, то есть шанс выпадения чего-то более-менее адекватного довольно-таки высок. В первые пакетики нам падают какие-то бичи. Кстати, из такого пака Forza Resort Тёма вроде доставал Игуаина. Так, Дармян мне выпал, давайте его тоже обменяем. В принципе, если вы даже не открываете паки, вы можете напокупать этих бичей где-нибудь на трансферном рынке. То есть напокупали там по 300-400 монет, и вот у вас уже есть один пак с двумя рарными игроками. Так, первые двери пошли. Это меня, естественно, радует. Давайте посмотрим. Бразилец, правый защитник. И вот, пожалуйста, Даня Алвес, который стоит около 10 тысяч. То есть я уже ухожу в более-менее какой-то плюс, если даже учитывать, что я открыл 5 паков. Там нерарные бичи плюс-минус, я не знаю, сколько они там стоят. Это мне сейчас сложно подсчитывать. Но есть двери, и это Даня Алвес, который навсегда остается у меня в клубе. И вот вторые экранчики на сегодня, пацаны. Смотрим, что же здесь. Так, это Джака, наверное. Нет, это Джака, это этот... Ну, Зомер, Сомер, как его там. 83 рейтинг. Так, опять экранчики, пацаны. Ну все нахер, поперло, смотрим. Экранчики, бразилец, ЦЗшник, этот Маркиниуш. У меня уже есть гиперлинк из двух бразильцев пассажир. Кляйн, опять же, смотрите, мне выпал Кляйн, который стоит около 5-6 тысяч, если я не ошибаюсь. Так, опять экранчики, пацаны. Смотрим. Смотрим и надеемся, что это что-то аргентинец форвард. Блядь, это просто пиздец. 90 рейтинг игуаин в бесплатном факе. Охренеть, второй раз вижу игуаин падает в этой фифе. What the fuck? 90 рейтинг. Пацаны, ну блядь, я вам уже прям полностью доказал, что это максимально рабочий метод поймать что-то охуенное в таких пакетиках. Я потратил, ну прям, ну вообще каких-то бичей пиксельных, и вот, пожалуйста, что мне дропается. В принципе, пацаны, я уже пиздец как доволен, поэтому мне может ничего не падать, но опять экраны, пацаны. Экран за экраном просто сыпятся и сыпятся. Кто это? Кейта. А, кстати, Кейта-то это заебись, потому что у меня Вернер падал. Опять экранчики, пацаны. Смотрим. И надеемся, что это что-то ЛЗ. Ебать! Серьезно? Сандра 86! Ебать! Мне кажется, я только что открыл просто какой-то невероятный чит. Девяносто пять тысяч он стоит! Девяносто пять тысяч! Непродаваемых у меня в клубе. Да, пацаны, знаете, я, конечно, верил в это все, но не настолько, чтобы прям так сильно и топово падало. Поэтому всем рекомендую, все собирайте. Ланзини также упал, который стоит около пяти тысяч. Мне снова падают экранчики, пацаны. Испанец, ЦП, кто Арсенал, Косорло, 83. Тоже очень неплохо. Ну и, собственно, вот так вот выглядит мой итоговый состав из бесплатных игроков. Кроме основы, вы можете посмотреть на резервы просто охуеть. Игуаин, Стротман, Алвис, Ермолинга, который стоит 150 тысяч. Ханданович, Пайе, Александру, Кейта, Уэрнер, который стоит 30 тысяч. В общем, просто безумное количество крутых и годных игроков за Крикселл и просто копеечных бомжей. Поставьте лайк, пожалуйста, под этим видосом. Я старался донести до вас что-то полезное. И, возможно, кто-то из вас выловит даже еще лучший, там, допустим, кумира какого-нибудь. Если вам что-нибудь классное дропнется, предлагайте мне в группу ВКонтакте. Самые лучшие посты я буду публиковать у себя в группе. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую и всем хорошего настроения. Покедова!